Всем привет! Меня зовут Даник, и я занимаюсь футболом в Интеракадемии ФШМ Минск. Это наш новый проект «Афутбительна», и мы начинаем! Это заводской район, я здесь живу уже как 9 лет, и футболом я начал заниматься гораздо раньше, пока еще не переехал сюда. Это было в центре города, я жил на Харьковской. Этот район как бы ничего интересного из себя не представляет. Это обычный спальный район, как бы достопримечательностей здесь немного, и нам нужно ехать. Это 88-й автобус. Мне до моего места назначения, скажем так, ехать 40-50 минут, но мне не в лом, мне всегда нравилось кататься дальше, и удовольствия не приносило ходить куда-то по 3-5 минут, поэтому с этим проблем у меня нет никаких. Самая интересная и прикольная история, произошедшая со мной по пути на тренировку на этом маршруте, это, наверное, было весной. На Кольцевой, по маршруту, по которому проходит мой автобус, обрушился мост, и его чинили очень долго, около двух недель. Я ездил в объезд, а самое прикольное, это что он обрушился, пока я ехал. И я опоздал на тренировку минут на 50, может быть, на час, из-за того, что мне пришлось пешком идти до следующей остановки, ловить новый автобус, что было очень проблематично, из-за того, что там были большие пробки и очереди. Вот так вот. Мне есть чем заняться по дороге, потому что у меня целых 40-50 минут свободного времени, и преимущественно я просто слушаю музыку, смотрю в окно, но иногда по настроению я беру с собой книжку, мне хочется почитать, иногда я могу и поспать, если я не выспался или очень сильно устал, и на тренировку нужно ехать. Поэтому, как бы, в автобусе мне есть чем заняться, скажем так. Куда, 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 эй! Вот он, наш стадион, в двух шагах. Это прекрасное поле. Таких в Минске очень немного, и очень немного команд тренируются на полях такого типа. Тут искусственный газон седьмого поколения. Очень хорошее покрытие и для тренировок, и для игр. Просто прекрасное. Здесь тихое место, очень немного машин проезжает, людей немного, и в целом очень круто. Окраина Минска, Серова, просто супер. Правда, вот один нюанс. Здесь завод находится. Иногда громко... Не знаю, что он делает громко, но он делает это громко. И это немного мешает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас мы покажем нашу тренировку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы хотим поговорить с тренером 2005 года Интеракадемии ФШМ Минск Сергеем Васильевичем Козеко. Добрый вечер. Добрый вечер. И у нас к вам есть пару вопросов. И первый из них звучит так. В каком возрасте стоит отдавать ребенка заниматься футболом? И что для этого нужно сделать? Как заинтересовать ребенка? Ну, однозначно, ответить на этот вопрос очень сложно. Многие родители спрашивают, во сколько, боятся как бы не опоздать. Но, опять же, есть альтернатива как бы не поспешить. Ведь каждый ребенок в детстве развивается по-разному. И главный вопрос, который возникает, должен возникнуть у родителей, это хочет ли ребенок заниматься футболом, нравится ли ему бегать, нравится ли ему быть в команде. Главное, чтобы ребенок в маленьком возрасте получал удовольствие от тренировок, а не мучил с того, что когда-то у родителей не сбылась его мечта. Поэтому, по моему мнению, это так, что 6-7 лет – это оптимально. Я думаю, тут все предельно понятно. А вот, допустим, нравится ребенку заниматься футболом, нравится этот вид спорта. Стоит ли от него в самом начале его спортивной карьеры требовать какого-то результата, голов? Ну, я считаю, что ни в коем случае нельзя требовать. Еще раз повторюсь, что ребенок должен получать только удовольствие. Он должен с поля уходить после игр радостным, веселым. Этому, конечно же, должен способствовать тренер. Он должен делать тренировки такие, чтобы ребенок не только развлекался, только играл в игры. Результат очень может повлиять в дальнейшем на психологию ребенка. Если его заставлять играть на результат, то я еще раз повторю, что наступит отталкивание от этого спорта. Ему надоест, он поймет, что учитель, тренер, он хочет у него только результата. Он не почувствует его любви к себе. И, как говорится, закончится на этом вся футбольная жизнь. А каких результатов от вас требовали тренера в вашем детстве и требовали ли вообще? Ну, я знаю одно, что нам тренер очень уделял внимание. Он нас не заставлял постоянно выигрывать. И, вот, уверен, что все ребята, которые у меня занимались, они чувствовали любовь к себе. Вот. И, ну, спасибо ему на этом, что он мне дал то, что у меня сейчас есть. То, что он в меня верил, вложил в меня свои силы. Вот. Поэтому думаю, что результат, он не нужен был. Это сто процентов. Но, чтобы достигать результата, нужно на чем-то тренироваться правильно, достигать каких-то личных успехов. И вот, мне кажется, Интеракадемия предоставляет отличную площадку, отличное поле для тренировок своим подопечным. Как вы считаете? Ну, скажу однозначно, что то, что сейчас есть в Интеракадемии, это поле искусственного покрытия, которое соответствует всем стандартам. Я считаю, оно очень крутое, классное, где можно тренироваться в любое время года. Вот. Ну, единственное, что здесь большие матчи не примешь, так как оно нестандартное. Вот. Ну, для наших детей, для наших юношей это самый раз. Надеюсь, что такое поле и такие тренера, как вы, привлекут новых воспитанников, новых учеников в нашу Академию. Спасибо вам большое за это интервью. До новых встреч.